Я не знаю, зачем и кому мы поем или плачем, не зная стыда. В волчьей стае по-волчьей я выл о своем, о себе никогда, никогда. Это строки из стихотворения поэта нашего земляка Владимира Ермакова. О чем они? Об одиночестве, нелюбви говорить о себе или о чем-то другом. В этот день нам представилась возможность узнать об этом у самого автора. Творчество не должно быть выяснением отношений самим с собой. Только тогда художник, писатель или поэт имеет шанс остаться в потомках, уверен юбиляр. Если художник выносит в общественное пространство свои собственные проблемы, это не искусство как таковое. Это его способ разобраться с собой. Он может быть интересен людям, но чаще всего не интересен. И то, что современное высокое искусство в основном это концептуальный акт, когда художник показывает обществу, что он художник, обществу в большей части не очень интересно. Но вот если в художнике преломляются тем или иным способом те проблемы, которыми живет его время, он нужен людям. В зале собрались почитатели таланта Владимира Ермакова, те, кто знает, читает и любит его слог. Человеку, который в моем понимании является неким нравственным камертоном современной Орловщины. Ведь камертон, он дает возможность всем, кто этого хочет, настроиться на правильное восприятие того, что будет происходить, и того, что уже случилось. Не только разные грани творчества интересны тем, кто пришел поздравить Ермакова, но и его личные качества. Вы – кумир интеллигенции. Вы – кумир вот в этом залах. Вы – кумир культуры. Ваше слово сегодня почти в твой закон. Как любой творческий человек, Владимир Ермаков критически относится к своему творчеству. Возникают сомнения о том, нужно ли все это. И вот как раз юбилейный вечер. «Дал мне счастливое ощущение, что я дал людям нужное», – сказал поэт. Светлана Бабарыкина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной.